здравствуйте мои дорогие друзья вы находитесь на канале дмитрия трофимова а ну естественно дмитрий трофимов это я и сегодня наша тема называется как убрать хроническую усталость ну или по-другому дима я устаю я постоянно чувствую себя уставшим чтобы я не делал я ложусь спать чтобы я не делал я ложусь спать да именно так просыпаюсь утром и все равно ощущение усталости есть может быть я там что-то делаю неправильно подскажи во-первых как это убрать и как не наступать на эти же самые грабли в будущем окей хроническая усталость это не просто так сначала нужно поговорить о причинах хронической усталости и причин может быть много вообще очень много но все равно их нужно разобрать первая причина человек не высыпается не высыпать и скорее всего он не высыпается постоянно как минимум час либо два часа он не насыпает второе что немаловажно это отсутствие правильного питания это либо фастфуды очень много еды неправильной фастфуды это полуфабрикаты это мало воды пьется никаких микроэлементов и витаминов это все отсутствует это вторая причина третья причина это депрессия и человек сам не может диагностировать себя депрессию и это нужно обращаться к специалисту еще одна причина это постоянный стресс стресс на работе либо стресс в общественных местах может быть это тревога то есть у человека есть допустим социофобия и он постоянно находится социуме напряжение это стресс этот стресс не будет сбрасываться потому что каждый день человек будет взаимодействовать с людьми если он взаимодействует с людьми стресс он постоянно с ним сон в этом случае конечно же не поможет помимо этого это токсичные люди если рядом с вами токсичные люди опять же это стресс они постоянно находятся рядом они что-то вам говорят а может быть ничего не говорят но у вас постоянно есть какое-то раздражение это тоже влияет помимо это это физическая нагрузка может вы разгружаете вагоны или опять же может быть выходите в тренажерный зал может быть вы хоть куда-то на рукопашный бой может быть это танцы но этого слишком много и тело не успевает отдохнуть то есть не успевает восстанавливаться естественно если тело не успевает восстанавливаться вы находитесь в постоянном напряжении то есть напряжение сбрасывается но она опять появляется Поэтому за этим тоже нужно следить. Ну и еще одна важная причина хронической усталости, возможно, это недовольство жизни. В целом, на работе все плохо, руководство страны плохое, люди, все окружение плохое, фильмы, сериалы плохое, я плохой, все плохие, все, 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 все. И вы постоянно неблагодарны миру, вы ненавидите мир, либо мир ненавидит вас, вы постоянно думаете, что все плохо. Тут плохо, тут плохо, тут Василий опять сделал кучу, здесь Марина почему-то не сделала кучу, все плохо, плохо. И это у вас постоянно в голове, крутится, крутится, крутится. Это опять же влияет на ваш организм, это влияет на вашу психику. И вы не восстанавливаетесь, это все причина хронической усталости. Окей, что с этим делать? Как работать с хронической усталостью? Ее нужно убирать, нельзя постоянно находиться в хронической усталости, потому что что приходит дальше? Опять же, может быть депрессия, она усилится. В какой-то момент вы можете просто уже лежать на диване, и вы не сможете ничего делать, вы просто будете смотреть потолок, как овощ. Помимо этого, хроническая усталость влияет на ваше здоровье, ваше тело начнет сбоить. И с этим что-то нужно делать. Что делать? Все причины, которые я озвучил, нужно исключить. Или по-другому исправить. Если что-то есть из этих причин, значит вам нужно это исправить. Ну, как бы все просто, на этом можно заканчивать видео. Спасибо, все было классно, спасибо, классно было, спасибо, пока-пока. Но помимо этого, что точно нужно добавить, это питание. То есть, ваше питание должно быть полноценным. Ну, кто-то скажет, что это банально, Дима, ну чего ты? Ребят, больше фруктов и овощей. Да, это банально, но все равно больше фруктов и овощей. Как минимум 1 литр воды в день, ну можно 2, ну 1-2 литра, полтора, важно. Сократите полуфабрикаты, сократите, обязательно. Фастфуды уберите вообще. Тонизирующие напитки сократите, кофе сократите, чай зеленый, черный сократите. Я не говорю, что нужно полностью убрать, сократите. Дальше, что поможет? Выберите дни, может быть 1, может быть 2, выходные дни, когда вы ничего не будете делать вообще. Ни-че-го. Это означает, что вы, конечно же, можете залипать в сериалы, но вы можете смотреть фильмы, вы можете просто лежать. То есть, ничего нельзя делать вообще. Ну, то есть, отдыхать можно, как хочется, но никакая уборка дома не должна вас ждать. Вы не должны куда-то бежать обязательно в центр города, встречаться с друзьями. Не-не-не-нет, вы находитесь дома. Хотите лежать, вы лежите. Хотите залипать в телефон, вы залипаете в телефон. Хотите смотреть сериал, вы залипаете в сериал. Хотите, не знаю, стоять, лежать, разрешайте себе это. Разрешите в этот день себе все, что возможно. Но не должно быть никакого напряжения. Это должно быть в удовольствие, да, что такое, знаете, с линцой так. Ну, хочу, не хочу, буду, не буду. Если у вас слишком сильно уже хроническая усталость в вашей жизни проявляется, то вам нужно взять как минимум неделю, а лучше две. То есть, в отпуск вам нужно куда-то поехать и ничего не делать. То есть, вам нужно просто лежать и смотреть очень много сериалов, как вариант. Да, может быть, купаться в море, что угодно. Вам придется очень много ничего не делать. Чем больше у вас накопилось хронической усталости, тем больше вам придется ничего не делать. И моя история. В свое время я очень много работал. На протяжении двух лет я сказал бы, что я работал без отдыха. И в какой-то момент я понял, что я ничего не хочу от жизни вообще. Ну, не в том плане, что все, жизнь бессмысленна, пора, на покой. А в том смысле, что мне ничего не зажигало. Ничего. Ни саморазвития. Я не хотел общаться как-то с друзьями, да, там как-то активно. Я не хотел ничего, никакой физической нагрузки. Я понял, что я попал в ту самую хроническую усталость. И вы знаете, мне понадобилось где-то месяца три, а может быть четыре, чтобы выйти из этой хронической усталости. Ребята, три месяца я выходил из хронической усталости, разрешал себе делать ничего. Я отдыхал, максимально расслаблялся, делал все, что угодно, но только не работать и не напрягать свой ум. И я восстановился. Но другой вопрос. А стоило ли это того? То есть пахать два года, пахать, вкладываться, да, вот в эту работу, чтобы потом какое-то время отдыхать. Долгое время отдыхать. Зачем? Может быть все-таки нужно найти какие-то компромиссы, чтобы когда впахиваете... Кстати, впахивание это тоже вредная установка, которую тоже нужно убрать из вашей головы. Это очень вредная установка. Нельзя постоянно впахивать. Вы должны отдыхать, отдыхать, работать. Вы запомнили формулу? Отдыхать, отдыхать, работать. Это означает, что работать, 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 работать. Ну может быть отдыхать? Нет, мы не будем отдыхать. Работать, работать. Нет, 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 так это не работает. Два раза отдыхать, один раз работать. И чем кайфовее вы отдыхаете, тем эффективнее ваша работа. запомните это, тем больше идей у вас появляется, когда вы классно, кайфово отдыхаете для себя. Я напоминаю, что у меня есть ютуб канал, и вы его сейчас смотрите, и нужно подписаться. Нажмите подписаться. Каждая подписка – это больше энергии мне делать больше полезного контента вам. Поставьте лайк, напишите комментарий, может быть, какие-то вопросы. Может быть, вы хотите поделиться своей историей, как вы столкнулись с хронической усталостью. Напишите, и напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть паблик ВКонтакте, у меня есть личная страница ВКонтакте, у меня есть Фейсбук. Пока достаточно. А Инстаграм у меня тоже есть. Пока-пока. Невысыпание. Человек хронически не высыпает, ну, может быть, немножко соли и перца на курицу, и если бы он больше сыпал туда соль, то это было бы вкуснее. Субтитры сделал DimaTorzok